Здравствуйте, дорогие друзья! Программа Политотдел начинается. Сегодня мы отправляемся в гости к главному редактору портала «Альтернатива» Андрею Ваджи. И я вот прямо как Сергей Юрский в роли деда Митяя, глядя в глаза не Андрею, а тем, кто на той территории украинской на нас смотрит, хочу сказать, страшную весть принес я в ваш дом Украина. Зови детей. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Ну, беда-то в том, что люди не понимают, что их уже списали. В числе живых все население Украины больше на Западе не значится. Их давно, в принципе, списали. Денег им не давали ни на что, кроме смерти, оружия и вот такого всего нехорошего. Но сейчас, когда Россия неспешно наступает, понятно, что Запад поставил задачу и Зеленскому, и всей его команде. Ребята, вы там все соберитесь силами. Мужики, бабы, дети, если надо будет. Берите в руки оружие, идите и умрите. Ваша задача продержаться как можно дольше, пока мы соберемся тут силами, а то вдруг Путин на нас нападет. И население Украины, вместо того, чтобы открыть глаза и понять, что выхода нет, единственный, который выход остался, пересмотреть свое отношение к России. И понять, что спасение идет с востока, а не с запада. Но вот это не происходит. Почему? И вот давайте об этом вы сегодня расскажете. Что не так с людьми, которые предпочитают грабли со всех сторон, но жить не хотят? Знаете, я когда поступил в университет, первый курс только начинался, у нас был последний год, когда отправляли в колхоз. То есть всегда, как обычно, перед учебой первокурсники ехали на сельхозработы и так далее. Колхозов тогда уже, насколько я помню, не было. Но какие-то сельские хозяйства коллективные, остатки коллективных хозяйств еще были. И нас отправили под Киев. Я помню, как-то на электричке мы туда ехали. Жили в бараках пионерского лагеря бывшего. Ну и каждый выбирал, значит, по себе работу. Кто-то шел на поле, всякие работы сельскохозяйственные делать. А был еще вариант отправиться скот выпасать. И вот я там со своим одногруппником решил, что, наверное, лучше мы будем пасти коров, чем стоять, прошу прощения, раком на поле. И это я еще к чему вспомнил. Это как раз я вспомнил в связи с вашим вопросом. Почему ситуация такая однозначная, она развивается в исключительно одном направлении, а украинское население не видит этого? Там многие в состоянии, в таком хроническом состоянии перемоги пребывают. Другие какие-то иллюзии строят, на что-то надеются. Третьие, значит, уже выдумывают очередную Украину. Там интеллектуалы, которые уехали за границу успешно, они там теперь сейчас за этой границей сидят и выдумывают новую Украину, правильную Украину. А я вспоминаю колхоз. Ну это не колхоз, но я вспоминаю свое пастушечье прошлое, скажем так. Вы знаете, если наблюдать за поведением стада крупного рогатого скота и наблюдать большие скопления людских масс, то в общем и тело, в социально-психологическом плане, особых различий нет. Вот ты это стадо гонишь, они же в принципе не знают, куда ты их гонишь. Они и не задумываются об этом. Но они привыкли, что их гонят куда-то в одном направлении, чтобы пойти травку где-то пощипать, по дороге забежать желательно в какие-то частные огороды, что-то там похрятать параллельно, вкусненького. Но по большому счету вы можете этот стадо гнать куда угодно, и они будут бежать друг за дружкой. Там нет осознавания того, что происходит, что мы делаем. Там вот каждая отдельная коровья единица, она же не задумывается, она просто делает как все. Все бегут, и я бегу. Все прибежали, начали травку щипать, и я щипаю. Но там бывают исключения из правил. Две веселые коровы все время убегали к недалеко стоящему частному буку. Но это скорее как исключение из правил, чем правил. Как говорил старик Гегель, исключение из правил подтверждает само правило. Вот я сейчас смотрю на украинское население, точнее уже его остатки. Граждане же Украины, они же не задумываются. Вот смотрите, тоталитарное прошлое советское, и вот это понувание этих проклятых Москвы и все остальное, их было более 50 миллионов. Народонаселение Украины, УССР. И вот счастливые вот эти вот 33 года украинской незалежности, ну реально же люди просто счастливы, что с ними приключилась эта незалежность, что они из русских превратились в украинцев. Они же все дружно счастливы по этому поводу. И вот почему-то, когда они не были счастливы, их было больше 50 миллионов. А когда вот это счастье навалилось на них, придавило диафрагму, у них почему-то там вот сейчас как бы даже там уже признают в Киеве, что не больше 20 миллионов. Некоторые вообще скептические, еще более такие, более скептические цифры называют. Вот люди не задумываются, смотрите, было плохо вроде как, да, если верить нынешней украинской пропаганде, то было очень плохо. Страдали так, что просто невозможно, и расплодились там 50 с лишним миллионов. Сейчас счастье такое, что просто никуда не впихивается это счастье. А их почему-то уже 20, а может и меньше. Я склоняюсь скорее к тому, что меньше. Потому что по сим-картам телефонным считают, но там даже 20 не получается. И вот как бы, да, вот, а в голове это же не складывается. Было плохо, было 50, стало хорошо, почему-то стало 20. Ну обычно же, когда становится хорошо, то, наверное, народ размножается, его больше становится. А с каждым угоном все меньше и меньше и меньше. И тут дело даже не только в войне уже. Дело же, это же процесс был бесконечно, что вот всю вот эту вот незалежность, так называемую, да, вот как только осознали там себя эти вот народонаселения нерусскими, у них, ну, вымирает, ну реально, физически вымирает. Там, рождаемость и смертность, это, точнее, смертность на уровне африканских стран самых дохлых. Не складывается людей в голове, а их гонят. Их гонят, и перемоги, перемоги, перемоги. Вот Курск, ой, перемога, ой, какая перемога. Там, я не знаю, сколько они там баянов порвали в первые дни этой перемоги. А сейчас, ребята, как? Ну вот я же писал, я же, удивительно, я не военный. Ну здесь просто, ну как бы, ну, здесь определенная литература прочтенная, да, и определенный здравый смысл. Ты понимаешь, что это, как бы, это Курский набег, это наступление в никуда. Ну вот реально в никуда. То есть продолжения его не может быть. Вот забежали на 15 километров вглубь и давай там поселом шастать, гражданских людей убивать, да, магазины с радостью грабить. Ой, дорвались. Ну правильно дело, как бы, сейчас попробуй там вот такое изобилие найти. Я тут пришел в российский магазин, ну, а там все есть, да. И вот оно, вот оно, счастье привалило. Вот, о, Господи, радость-то какая. А сейчас-то как вам, ребята, там? Вот я спрашиваю, я же сказал, я же в первые дни, ребята, вы потом будете крупными слезами плакать по поводу этого. Как сейчас там вот, все хорошо? Как там с электроэнергией? Тут же буквально за неделю до вот всего вот этого вот, который сейчас начались прилеты такие активные, плотные. А я же предупредил, ребята, уже ждите, вот готовьтесь, запасайтесь, свечками запасайтесь, покупайте аккумуляторы. Не будет у вас электроэнергии. Даже по расписанию не будет. Вы знаете, очередя забудьте про... Очередя будете электроэнергию вспоминать, как ратостные какие-то дни. А так, в принципе, свечи, керосинка, буржуйка, ведро. Я же как бы, ну я же... Некоторые в комментариях пишут, а-а-а, важный, о какой он, ой-ой-ой, злорадствует. Ребят, ну когда ты видишь убитых детей, да, ну ты знаете, ну блин, я не могу, у меня просто как бы так вот душа организована, но я не могу испытывать какие-то теплые чувства к людям, которые радуются по поводу смерти детей. Вот не могу. А я же этого насмотрелся. Причем это же не руководство Украины даже. Простые граждане украинские. Немножко подвинувшиеся. Да, пропаганда промыла мозги. Ну так извините. То есть вы не виноваты. Это виноват проклятый Зеленский, да, с его пропагандой. А вы же жертвы пропаганды. А жертвам можно все. И жертв нельзя обижать. Некоторые пишут там вот в комментариях. А вы нас всех вот под одну гребенку. А есть многие понимающие люди на Украине. И мы не все одинаковые. Ну и что, ребята? Что из этого вытекает? Ну есть, хорошо. И что дальше? Не бить по энергетической системе Украины из-за того, что там есть люди, которые все понимают, люди адекватные. Ну вы же понимаете, что идет война. Ну реально, давайте реально смотреть на вещи. Я понимаю, что вы отделяете себя там, да, от всего того, что там происходит. Но если смотреть на Украину извне, да, особенно когда идут ракетные удары, то отделить праведников от грешников, ну условно говоря, невозможно. Технически невозможно. Понимаете? Я понимаю, что вы не принимаете это зло, которое там сейчас, которое изгаляется над стариками, которое непрерывно бьет по жилым кварталам городов, которое расстреливает детей в упор. Вот я, честно говоря, это не слава. Ну ладно, бог с ним. Я сейчас не хочу в эти, в моральные эти впадать негодования. Не для этого мы сейчас сообщаемся. Просто вы поймите, вы так прилипли. Я понимаю, что вы не зло. Вот все, кто там адекватные, нормальные, которые понимают происходящее, которые находятся в этой массе не совсем здоровых на голову людей. Но вы прилипли к этому злу. Вас от этого зла уже никак не отличить. Это уже сплошная масса. Когда-то давно я говорил многим, что если вы не принимаете то, что там, на Украине, и не можете уже этого изменить, покиньте ее территорию. Если вы не можете победить зло, вы от него отстранитесь. Потому что рано или поздно, я не могу сказать через какое время, но там будет очень плохо. Это было задолго еще до начала СВО. Многие потом возмущались же по этому поводу. Ой-ой-ой, Ваджра такой, вот он уехал, ему хорошо, а у нас тут куча проблем, а мы не можем уехать, и т.д. Ну и что дальше? Ситуация раскручивается постепенно. Помните эту старую поговорку о том, что русские медленно запрягают, но быстро ездят? Вот русские сейчас запрягают еще, они еще не поехали. А ближе к концу года там на Украине будут серьезные изменения. Очень серьезные изменения. И, скажем так, не в лучшую сторону для Украины и остатков ее населения. Поэтому я, допустим, пользуясь случаем, могу еще раз обратиться к адекватным, нормальным русским людям, оставшимся на Украине. Ребята, собирайте монатки, если есть возможность валить оттуда. Будет хуже. Сейчас плохо, а будет хуже, еще хуже. Андрей, тут беда. Я прошу прощения. Смотрите, раньше они нам, я же помню, наши друзья, общие тем более друзья, говорили, Серега, ты не понимаешь, вот я то же самое говорил, я не могу уехать, у меня личные обстоятельства, по которым я не могу покинуть город из-за того, 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 того. Сейчас ситуация поменялась кардинально. Сейчас граница закрыта. Они уже ни в Европу, ни в Россию просто физически уехать не могут, даже если бы хотели и плюнули на все обстоятельства. Вот я не могу понять, как, но могут же люди как-то скооперироваться. Раньше же они ходили, вот даже недавно, крестным ходом шли в Почаевскую лавру. Почему люди не могут вот так вот двадцатью, пятьюдесятю, двуместами, тысячами собраться и идти колонной, пересекать границу? Вот просто уходить с тюками, мешками. Я ведь помню, как уходили люди, и мы их на территории России, когда в Донбассе была беда. Мой друг Сергей Юхин там в этих лагерях пропадал месяцами. Палатки стояли там, все политические партии, свои поляны делали. Вот граница Донецкой Республики и Российской Федерации, Ростовской области. И люди туда шли, и мы их там как-то и кормили, и медицина, и все. Вот почему люди не могут попытаться вот такими большими колоннами уйти? Хотите в Польшу, идите в Польшу. Хотите сюда, идите сюда. В Белоруссию уходите, в конце концов. Неужели в стотысячную толпу, идущую вот этой большой колонной, в СУ будут стрелять? Неужели Лукашенко отдаст приказ пограничникам убивать? Сергей, ну давайте начнем с того, что любая масса людей большая требует организации. Ну, не бывает так, что вот раз и там 300 тысяч собралось, или даже 30, да даже 3 тысячи. 300 человек. Три-тридцать. То есть должны быть все равно организаторы, координаторы и так далее. Это я, кстати говоря, вот по поводу вот этого Майдана, из него двух, да? Когда они там кричали, что вот резко взяли и сами прибежали. Организацию я, тем более организация таких больших, огромных переходов, да, огромных масс. Это нереально, Сергей. Я не верю в это. Сейчас, на данный момент, тот, кто там, на Украине, если может спастись, то он может это сделать чисто индивидуально. Да, мужиков не выпускают. Выпускают стариков, женщин, детей. Да? Ну, понятное дело, что за границей жизнь не сахар. Но, опять-таки, тут же человек выбирает всегда из двух зол наименьше. Вот о чем речь идет. Просто многие сидят в так называемой зоне комфорта. И не дергаются. Многие сейчас предпринимают попытки. Ну, я не знаю, тут масштаб просто сложный. Вроде как в прошлом году там 400 тысяч покинуло, но это, опять-таки, такие условные весьма подсчеты. Одни едут в Европу, кому проще туда ехать. А другие, наоборот, в прифронтовые города едут. И там ждут русскую армию. То есть тут уже... Это просто чисто индивидуальный вопрос. Вопрос индивидуального характера такого. Кому куда ближе, кому куда проще, у кого мозг в каком направлении работает. Ну, просто это надо что-то делать. Укропатриоты пускай сидят. Я как бы их... О них вообще разговор. Я считаю вообще, что чем больше там будет укропатриотов, там, какого-нибудь, там, я не знаю, в какой-нибудь Полтаве соберется, где-нибудь на плацу там построятся, и будут ходить с песнями, там, про Червоную колыну. Да? Это будет замечательно. Чем больше там соберется патриотов, тем... А адекватным надо валить. Я еще раз повторю. Потому что, ну, война, штука такая, очень сложная. Тем более, ну, знаете, ну, у меня есть несколько знакомых, которые, ну, достаточно известные люди на Украине. Да, все о них знают, я не буду фамилии просто говорить. Я не раз им еще до того, как все вот это началось, я им говорил не раз, уезжайте. Ну, вот, один бычился так на меня, не уеду. Я говорю, почему? Вот не уедет. Ну, ладно, сейчас в тюрьме сидит. Ну, и что? И что? Ну, человека жалко, я молчу, потому что, ну, не хочу наблюдить. Ну, почему? Это же просто, уже давно бы, ну, не потерялся бы он, уже бы придумали, куда его и поселить, и где работу найти. И вот в строй бы уже встал, занимался бы в общем ряду, да, боролся бы с врагом, вместо того, чтобы он сидит там на нарах и ждет непонятно чего, чем все закончится, неизвестно. Поймите, ну, это как бы, ну, если оккупация, то тут два выбора, либо партизанский отряд, но партизанских отрядов, ну, я не верю в партизанский отряд, по той простой причине, что все партизаны, даже вот в советские времена, Великое Отечественное, партизанское движение, само по себе не возникало, друзья мои, почитайте книги, оно само по себе не возникало, его организовывали, его организовывали хорошие специалисты с нашей стороны фронта, сбрасывали, и вокруг них уже организовывалось местное население, люди опытные, знающие, умеющие, поэтому у меня, как бы, ну, насчет вот этого, всех разговоров по поводу партизанского движения с нашей стороны, либо по партизанскому движению с их стороны, ребята, ну, это все фигня, лабудень, она была лабудень тогда, когда народ попроще, была, а сейчас так тем более, понимаете, вот поэтому, опять-таки, настали времена, времена тяжелые в каком плане? В том плане, что надо включать мозг, свой, индивидуальный мозг, не слушать там всяких, допустим, Арестович или Ваджр, Ваджр тоже можно не слушать, но включить свой мозг и самостоятельно решать свою личную, семейную, либо там, не знаю, родственников проблему, потому что сейчас, как бы нет универсальных ответов на какие-то индивидуальные вопросы, ну, нету, а это самое, для многих, это самое тяжелое, думать, думать самому, оценивать ситуацию самостоятельно, опять-таки, ну, вот возьмите, допустим, ВСУшников, ну, вот тех, которых отправили там, ну, тот же курс, ну, блин, ну, ну, не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что, как бы, это билет в одну сторону, для многих, для многих, это билет в одну сторону, причем, потому как это все у них там организовано и организовывалось, то, кроме как, такой, ареал загадочности вокруг всего вот этого набега, он как бы не, ну, собрали подразделения ВСУ, да, отправили туда, сказали там сидеть в определенном месте, но они приехали, сели, сидят, что дальше-то, а никто не знает, что дальше, сидели, сидели, сидеть, жрать нечего, их же, им же сказали, что там все будет замечательно, все хорошо, жрать нечего было, вот сидели они там неделю, сидели, потом решили, что надо, что куда-то идти надо, что же мы там сидим-то, ну вот, наткнулись как бы на российские подразделения, а потом прилет начался, и как бы там единицы из этого подразделения убежали назад, смогли вырваться, основная масса осталась там лежать, смысл, то есть как бы непонятно, война очень странная, предельно странная война, особенно со стороны, со стороны киевского руководства, это очень предельно странная, тактика, стратегия, понимаете, ну, я вам сейчас тактику описал, да, это как бы то, что вот от земли информация, в стратегическом плане тоже очень странная война, то есть фронт ломается, рассыпается, они, значит, устраивают эти набеги, для того, чтобы Зеленский вышел и таблон там посиял где-то, а наше табло-то уже не сияет, табло-то погасло у него, у гражданина Зеленского, просто возьмите вот эти вот видео, которые снимались во время инаугурации, вот этого вот человека, который там прыгал, бегал в костюмчике, и возьмите последние видосы с этим же гражданином, и сравните, это две разные личности, насколько он за вот эти несколько лет изменился, и, мягко говоря, изменился не в лучшую сторону, а теперь возьмите и спроецируйте это все на всю Украину, вот лик гражданина Зеленского, который там у них считается президентом, вот, и вот это, представьте себе, что это, в принципе, как лик всей Украины, я страшно, конечно, не дай бог, чтобы лицо Зеленского было лицом Украины, но так получилось, выбрали же сами, вообще смешная ситуация вот это было, и опять-таки, я же вас, сакраментальная, несколько видео моих, да, видео монологов, которые были накануне инаугурации, ну, кому интересно, пересмотрите, найдите, они пока есть там, в Ютубе, кто не может в Ютубе, в Рутубе они есть, посмотрите, я же вас, прошу прощения, предупреждал, как-то так, Сергей. Да, беда, конечно, с ними со всеми, но ведь, дело вот в чем, говорят, когда барана на ленту эскалатора на бойню уже кладут со связанными передними и задними лапками, он с этой ленты языком слизывает там травинки всякие, то есть у него ума не хватает. У гражданина Украины логическая цепочка где-то разорвана в нескольких местах, вот нагадили, убили детей, устроили взрыв, провокации, теракты, диверсии, обстреляли Донбасс, кондиционеры, ха-ха-ха, русню младенцев, тортики жрем, потом у тебя становится плохо, у тебя нет света, воды, канализации, ты ходишь по-большому в полиэтиленовый пакет, вот связать эти две вещи вместе вот не получается. То есть их положили, как баранов, их уже туда вот везут, я сегодня очередное видео смотрел, лысый мужик с пузом такой, мой, наверное, ровесник, может, старше меня, и крутят его полицейские и ТЦКшники, и стоят тетки вокруг, возмущаются, и снимают на видео. То есть никакого сопротивления, ничего. Мужик просто лежит, хрюкает, скулит, и даже слов члена раздельных изо рта не произносит. А тетки на МОВе удивляются, возмущаются, говорят, где документ, где на предписание на его арест, зачем вы его арестовываете? И это поголовно, и это не Мосфильм. Спасибо, Сергей. Ну, смотрите, тут же как бы ситуация, которая на Украине сложилась, она же в значительной степени поразила очень многих. Очень многих поразила как в самом Киеве, в рядах власть придержащих, так и на Западе, за границей, среди спонсоров, хозяев и так далее. Что поразило всех, больше всего? Поразило то, что оказалось, что население Украины по своему характеру, по своей природе, ментальности, оно так устроено, что с ним можно делать все, что угодно. Это было поразительное открытие. Вот то парство, которое сейчас там в Киеве сидит, она для себя сделала фундаментальнейшее открытие. Она вдруг поняла, что с народом Украины считаться вообще можно не считаться. Что как бы, ну, это население, ну, в принципе, оно как не живое, как предметы. Такие, знаете, какие-то механические детали из машины. Его можно комбинировать в любых вариациях, с ним можно делать все, что угодно, включая самые неприличные вещи. Друг, а не друг, осознать. А как удивились на Западе, что им удалось среди вот варваров, да, найти некую популяцию, которую вот можно просто отправить на буйню. И она даже не бегает. Это было одно из фундаментальнейших открытий от всего, что сейчас происходит. А когда пришло осознание этого факта и в Киеве, среди панства, старшинства, и на Западе, ну, естественно, что были сделаны соответствующие выводы. Если вот это, вот эти люди, они даже не бегают, когда их отправляют, ну, очевидно, что на буйню отправляют, ну, не можете вы обеспечить, обучить, оснастить и так далее. А когда берут мужика, где-то на улице хватают, вяжут, крутят, одевают на шею старые автоматы и отправляют на передок, то понятное дело, что, ну, максимум неделю он там пробудет. В лучшем случае, если повезет. А так один день, два, три и все, и привет. Ну, потому что эта война сейчас очень сложная, предельно сложная. Просто так вот взять и начать воевать, это считать, что человек сам себя приговорил. Но их не спрашивают, и они идут. Вот как на тот, на левый берег отправляли, плацдаром они там, видите, хотели организовать. И ехали шлюки. Вот реально ехали. То есть, понимая, что это, как бы назад они не вернутся, но все равно они туда, на этих лодках плыли. Андрей, вопрос вам, как к специалисту, историку, человеку, написавшему множество книг о истории этой территории и людях, ее населяющих. Я вот вспоминаю из школьного курса, Калиевщина, все вот эти вот казацкие отряды, банды, там, хортица, все остальное. Ведь эти же поют в гимне в своем, что, и покажем, что мы братья козыцкого роду. Блин, ребят, вот я честно признаюсь, я до последнего ожидал, что появятся банды, отряды, которые забьют на власть, которые вооруженные, из ветеранов АТО ООС, из крестьян, куркулей и бедноты вот этой вот. Оружие на Украине от двух до пяти миллионов не учтенки только стрелкового. Сейчас это подтверждают западные специалисты. Почему в губерниях нету банд Ангела, банд Зеленого, банд еще какого-нибудь, которые воюют, пусть хрен с ним все против всех, громят панские усадьбы, вешают панночек всяких, богатеев, грабят их. Вот почему этого не происходит? Где Калиевщина? Где эти герои прошлого? Гордые, вот звусомы, казаки, которые там шляхту, кого угодно, как они, жидву все рубили, шинкарей. Где это все? Почему они превратились в тех рабов? Или они всегда такими были? Просто нам врали историки, которые в те времена жили и писали всю эту фигню. Какий вы романтик, Сергей, я не хотел вам сказать. Люди другие-то стали, Сереж. Ну, другие, я же перед этим говорил, что партизанские отряды, или, как вы говорите, банды, это все, это надо берега потерять вот здесь. А как могут потерять берега люди, которые по расписанию на коленях стоят? Ну, реально, слушайте, вот едет какое-то чмо на машине с матюгальником по улице и всех ставят на колени. Ну вот, я его не вижу, я только слушаю голос этого дегенерата. Но они же все становятся на эти колени. Хлопы там, или раком становятся, как кому удобнее. А здесь представьте этих людей, которые там, я не знаю, в автомобилях с пулеметами, там, где-то кого-то грабят, там, еще что-то. Слушайте, ну, здесь же, им же отдушину дали-то какую, когда в Курск заходили, когда собрали всю вот эту вот, не знаю, корректно охарактеризовать. Когда их всех собрали, чем туда начали как бы вот? А вы туда заходите и делайте все, что хотите. Вот буквально все, что хотите, все делаете. Вам разрешено. Они же в Курск побежали, многие мотивы, там, они же туда и урок отправили, и людей, скажем так, не обремененных какими-то моральными нормами и так далее. Туда, 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 все туда. Канализируется все вот это вот. В определенные рамки заводится. Здесь же опять-таки, ну, нет уж понимания. Ну, ну, представьте себе, да, вот если бы тогда, когда я в 2015 году написал, что будет большая война, да, у меня вот этот первый том толстый, он заканчивается там, последние абзацы, которые были написаны в 2015 году, перед тем, как я покинул Украину, в этих абзацах говорится, что война между Украиной и Россией неизбежна. Ну, представьте себе, если бы, допустим, человек, который тогда читал эту книгу, он ее не читал, как, не читал бы никак там, ну, я не знаю, билетристику какую-нибудь, да, публицистику, а читал, как четкий прогноз. Согласитесь, что его поведение, вот человек сидит, прочитал, ого, большая война, неизбежно, важный написал, да, что делать? И все остальное, вот если человек убежден, что это правда была бы, да, согласитесь, что у многих судьба сложилась и жизнь сложилась бы по-другому. У многих. Но человек не знает, он предполагает лучшее. Ему сложно представить, что та реальность, к которой он привык, а через какое-то время она перестанет, да, быть реальностью. Мои многие знакомые, которые, я же говорю, вот, которые попали в тюрьму, они же думали, что вот, ну, будут жить так, как обычно живут. И он говорит, что реальность изменится, и она изменится для тебя в страшную сторону. Нет. Нет. Вот мы сейчас еще Зеленского выберем, он человек добрый. Клоун, но добрый клоун. Ну, ладно. Ну, я как бы взрослые люди, ну, что ж я могу? Ну, вот. Я ж не могу ничего сделать. Это еще ребенок, это, опять-таки, это, если чужой, то что ты. Да? А клоун-то добрый. Вы обратите внимание, кстати, вот кто любит американский кинематограф, фильмы ужасов, там же самый страшный персонаж, это кто? Клоуны. Джокер, он как, собственно говоря, себя подает? Как клоуна. Клоун, самый страшный персонаж в массовом сознании американцев. Отсюда фильм этих ужасов про клоунов. Страшно. А тут Зеленский, ну, грубо говоря, да, я упрощаю, но по сути-то по его работе клоун. И тут они делают клоуном президентом. Президент клоуна. И начинается ужас. Такого, знаете, вот, Джокер, но только в больших масштабах. С таким вот хохотом инфернальным. Ха-ха-ха, да, вот, ууу, только там, ну, 10, ну, 100, сколько там за полтора часа можно уложить людей в фильме. А тут годами тянется и трупы, и трупы. И те же заходят вот эти вот, которые штурмовики вот эти вот украинские, туда, в курс. Даже зэки, люди, которые, как бы, ну, наверное, многое повидали уже в своей жизни не очень хорошего, их спрашивают, а что вы, собственно говоря, что больше всего поразило? Трупы. Мы идем по трупам. Везде валяются трупы. И они к этому привыкли. Они привыкли к тому, что везде валяются. Они привыкли к смерти. Может быть, это самое страшное сейчас на Украине? Они привыкли к тому, что люди, это на самом деле не люди. Да, они же как начинали, что не люди, это те, которые живут на Донбассе. что это там кто угодно, но вот это не совсем люди. Сейчас у них уже как бы спектр расширился. Но когда люди начинают так думать и классифицировать подобных себе, то они собственно говоря рано или поздно тоже попадут в категорию нелюдей. Скажите мне, пожалуйста, вот власть, которая хватает на улицах граждан своих за всякие части тел. Они кричат, она их хватает и тащит на буйню. Скажите, пожалуйста, как она их воспринимает? Как людей или как не совсем людей? Все значит, почему, вот смотрите, почему, допустим, я не раз говорил украинским гражданам, чтобы сдерживать свои животные порывы. вся вот эта ваша радость по поводу чужих бед, по поводу чужих горестей, вся вот эта ваш понос вот этот словесный, по поводу того, что кто-то там не человек, кто-то там орки, колорады, еще что-то. Вы сами себя загоняете в ту плоскость, в которой вы тоже окажетесь рано или поздно. либо все люди в определенном обществе, либо все считаются людьми, но если хоть кто-то вдруг официально в головах, серьезно, сознательно начинает восприниматься, что вот эти люди не люди, не совсем люди, то это значит, что все общество рано или поздно превратится в животных, с отношением как с животным. и вы сейчас сами сломав все рамки морали и нравственности превратили себя в животных. Вы начали с чего? С Донбасса? С этих несчастных людей, которые себя защищали с оружием в руках против вот этих которых вы туда отправили с танками и артиллерией. А вы хохотали радостно по этому поводу. А теперь вам смешно? А будет еще смешнее, ребята, потому что вы открыли ящик пандер. Вы выпустили зло. Мораль не просто так придумана. Общественная мораль. Это не просто так. Это не для красоты. Это для самосохранения общества. И вы сами себя приговорили. Вы посмотрели на кого-то как на нелюдей. А теперь на вас смотрят точно так же. Потому что можно. Где ваша церковь? Ребята, где? Где вообще все? Где большая часть населения страны? Где ваша церковь? Где ваша мораль? Где ваша экономика? Деньги где? Андрей Андрей давайте пока на этих риторических наверное для них вопросах поставим многоточие и через пару недель через четверг мы с вами продолжим этот разговор в том числе и о носителях смертоносной поэзии часть из которых внезапно приехала в Россию и сеют вот это вот среди нас на русском кстати языке что меня тревожит но об этом если получится в следующий раз тоже поговорим спасибо вам огромное запись видео с меня я все помню до свидания до свидания итак дорогие друзья Андрей Ладжа был нашим сегодняшним собеседником в эфире программы Политотдел прервемся до завтра продолжим всего доброго до свидания до свидания Продолжение следует...